МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Синоптики снова прогнозуют спеку ближе до конца дня до 32 градусов с плюсом. 1 млн 774 тыс. тонн намолочено с божжевых и зернебобовых по республице. Уборочная еще только уходит в активную фазу. Паудневые регионы начали ранее, тому и намолоту их больше. На Могилевшине у засеках больше за 130 тыс. тонн, это 13% площадь от планов. Середняя урожайность больше за 31 центнер с гектара, что, по словах агрария, у высшей леташнего. Зараз молотить азимую пшаницу и жито, амаль убрали азимый ячмень. Подзбожживая у любеничих агро, это предприемство агрохолдинга Купаловская, все лета двяли амаль 3000 гектаров. Удвоя повеличили площу подозимые. Зараз убирают рапс и пшаницу. Хлеборобы кажут, правила якостной уборки не складанные, просто жесткое выконание технологии. Стараемся убирать качественно, без потерь, до последнего зернышка все. У господарца организовали и подвоз хлеборобы, было много помощников с города. Организовано и харчевание. Пока у нас двухразовое питание, сейчас с наращиванием темпа мы перейдем на трехразовое питание, чтобы люди не теряли свои деньги, никуда-то не спешили, не брали с собой эти, скажем так, с собойки эти. Мы горячим питанием обеспечиваем полностью и практически 100% компенсируем за счет хозяйства. Частые гости у господарках у ГТС Пякутной Дни – представники профсоюза. За июль месяц, допустим, у нас технические инспекции всех отраслей 15 отраслей профсоюзу проехали 67 хозяйств. Из 130, которые есть сегодня первичной профсоюзной организацией в Могиле Орши. Обеспечиваем сегодня питьевой водой, смотрим сегодня, чтобы освидетствование проходили комбайнеры. Удалось многое, что делать для механизаторов, для быта. Построили баню. Сейчас функционирует баня в хозяйстве. И по выходным дням для населения протапливается, испарилка, все. А для механизаторов ежедневно. Делали гардеробную, где механизатор мог бы прийти, отдохнуть, выпить чаю. Захование беспечных умов працы, отпочинку, увага на предприемстве повинна быть усяму. Бо важны не только уроджай, але и люди. Новые аппараты плануют закупить в областную клиническую больницу. Гэтые приборы допомагают ротовать пациентов от ампутации. У отделения гнойной хирургии применяют и новую для Могиле Оршины методику загойвания ран и язвов. Вакуум-терапия показывает вельми добрые выники. У отделения гнойной хирургии областной клинической больницы много пациентов с усладнением диабета, так званый синдром диабетической ступни. Гэты, коли язвы на подышве долго не загойваются, что часом приводить до ампутации. По статистике, 50% диабетика в группе ризыки. Диагноз диабетическая ступня поставили и Платону Викторовичу. Ее не одразу звернув увагу на проблемную ногу. Диабетом я болею уже больше 10 лет. И я много слышал о диабетической стопе, но как-то к этому относился не совсем серьезно. Весной появились трещины, две из которых удалось залечить, а третья начала увеличиваться. И тогда, уже было поздно лечить как-то, вызвали скорую помощь, меня завезли в Горецкую больницу. Диабетическая ступня – это хвороба, якая потребует уваги и своя часового лечения. Комплексная работа урачов разных специальностей и гнойной, и сосудистой хирургии, и эндокринологов. В областной клинической больнице сконцентрована высокотехнологичная допомога. Кадры, обсталявания и новые методики допомагают в лечении. Пациенту была произведена имплантация колоидных волокон для более быстрого заживления ран на подошвенной поверхности левой стопы. Функция нижней конечности будет восстановлена в 100% случаев. Сушасные обсталявания и новые методики дают больше шансов на выздоровление. Но не меньше важно, когда пациенты клопотятся про свое здоровье и своечасово звертаются за допомогой. Катярына Градницкая, Юра Уласоу, Новины Региона. Областный фестиваль творчества будовничных отрадов «Молодостью бойцовцы» прошел в Пяшерском лесопарке Могилева. Это, так бы мовить, профессийное свято «Бойцов студентских отрадов», которое было в закладе на 59 годах тому. И теперь это на прамок заявляется одним из основных у деятельности Белорусского республиканского союза молодцы. На фестивале творчества «Молодостью бойцовцы» – представники студентских отрадов из всех области. Яны примали уделы в творческих конкурсах и работе интерактивных пляцовок, провели чемпионат по худкостным сборам спил, карт и пазлов, а так само спортивную эстафету. Фишкой фестивалю стала разминка, которую провел один из прославленных молодых биатлонистов, член сборной Беларуси по биатлоне Роман Ялетнов. На сёння с студентрадовским рухом на Могилёшчине охоплено каля трёх тысяч человек. Угод гисторичной памяти молодь Могилёшской в области представлена на усих республиканских проектах. Молодёжный трудовой проект «Атлант», также производственные трудовые проекты «МАЗ», «МТЗ», «Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни», также наш там отряд студентческих работал строительный. Также объекты Беларусской атомной электростанции, уже социальная сфера, обустройство. Также наш там студенческий отряд строительный работает. Ну и педагогический трудовой проект принимают тоже ребята из университета Кулешова в рамках проекта «Вожатый», республиканского проекта. Ну и также наш один студенческий строительный отряд выехал для работы на всероссийскую молодёжную стройку в Север, в Якутии, которая... Усягу, межах студентского будавничного руху працелут каваць за лето плануються каля четырёх тысяч навученцев и студентов. У школу с добрым сердцем стартовала доброчинная акция до Дня ведау, ка показать адресную допамогу детям, які мают ётым потребу. Акция традиционная распашалася за месяц до нового навучального года, и её организатором з'является молодь. У Могилёве по традиции волонтёры працуют у файе универмага «Центральный». Запрашают у всех, жадающих стать чаровниками и набыть по своей кишени канцелярские прилады, что есть для аматурики рук, для творчасти и покласти у скрынью для подарунков. Я участвую в акции в школу с добрым сердцем не в первый год. И очень рада тому, что я могу оказать помощь тем, кому она действительно нужна. Мы собираем канцелярские товары для ГО «Белыническая вспомогательная школа интернатов», чтобы детки могли развиваться и радоваться этой жизни. Помогают не только районные комитеты, не только областной комитет, но и наши первичные организации нашего Могилёвского района. Акция проходит ежегодно. Ежегодно наши волонтёры трудятся на этой акции на областном и районном этапе. А подчас акции усим жадающим детям волонтёры БРСМ робят малюнок, звясёлкой и смайликом. А батька этой девчонки одразу вырошу поудельничать у доброчиной справе. Школу с добрым сердцем решили поддержать акцию, поучаствовать, так сказать, в акции. Вы первый раз в ней участвуете? Ну, наверное, да. А слышали о ней? Нет, только сегодня. Ваш ребёнок в школу ходит или ещё собирается? В первый класс. А как тяжело собрать ребёнка в школу? Ну, я бы не сказал, что тяжело. Просто, ну, суета. Такая приятная суета. А есть дети без батьков, и они не могут удельничать в этой приемной беганине. Им собраться в школу да помогают необыяковые люди. Кто-то пошёл во универмах по своих справах, а заодно вырошу на быть сиротом, тим малозабеспеченным школьные прилады, а кто-то специально приходит, чтобы подарить радость тем, кто имеет потребу. Вот он, линеечка. Я хотела бы такое. Всё. Это нетрудно помочь детям, правда? Мне кажется, это просто необходимо помочь детям. Вот, например, когда поедем в Белыночку вспомогательную школу, то там мы готовим прямо представление, будем дарить шарики, кроме того, что мы привезём ещё подарки. Хотела бы сказать большое спасибо всем нашим гражданам за то, что они откликаются и хотят помочь. Такие акции молодь Могилёвшины проводить у каждом районе. И это помогает собраться у школы детям-сиротам, а так само сашмадетных и малозабеспеченных семьях. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. У Беларуси и на Могилёвшине сезон садовых буяков. Садовые буяки называют ягодой 21-го стагодзя. Ягоды здоровья и долго жихарства. Тамой у нашем регионе з'являются буяковые плантации. Гэтую культуру не просто выросшивать, однако смашный и корыстный ураджай компенсует выселки. Наш репортаж Засиповицкого района, дядя первый, где сбор ягодного ураджаю. Алена и Михаил Була створили фермерскую господарку и заклали плантацию садовых буяков у вёстцы Радути, Часиповицкого района. Здесь родительский дом мой. Здесь я родился, вырос, ходил в школу. И захотелось что-то развивать. Была пустая земля, поэтому здесь... Алена Биёлах, Михаил инженер по землеупорадкованию, о буяки можно сказать и о жанили. Гэтую теперь уже фермерскую пару. Михаил одной, чё пачаставаусе ягодами, захапиусе и выросшил пачать свою справу. В итоге эта ягода привела меня к моей жене. Я поехал и купил у неё саженцы. Так мы с ней познакомились. Теперь эта ягода наша семейная ягода. Такие буяки родом с полуночной Америки. И они ближайшие свояки чарницам и брусницам. Селекционеры працавали над уроджайностью и по мерам ягод. Выросшивать садовые буяки довольно хлопотно. Рослина, потребуя от мысловых и кислых грунтов, великих опаливов, подкормок и опрацовок. Али выник невероятно смачная и корыстная ягода, якую любят литерально усе. За то, что она очень вкусная, во-первых. Во-вторых, безумно полезная. Здесь огромное количество витаминов, антиоксидантов. Голубика называется ягодой молодости, здоровья, долголетия, красоты. Как её можно не любить? Селекционеры не просто сезон для садовых буяков. Яны подмерзли у весну у многих белорусских плантаторов. Али ты мне меньше уроджай довольно богаты. Это бачно по холинах кустов. Сезон голубики в самом разгаре. Ягода есть, она хорошая, крупная, сладкая, вкусная. Единственное, что сезон голубики начался в этом году позже, на полторы-две недели. Мы рассчитываем, что он и продлится. Соответственно, тоже позже ягодку покушаем дольше. Садовые буяки набирают популярность в Беларуси. Плантации появились и в сельских районах региона. Прынамся у Бялыницким и Махелеуским. И подобно на то, что садовые буяки любят и осиповицкую землю. И почуть всё это взаимное. Стараемся вносить её в массы. И всё больше и больше говорим, какая это полезная и вкусная ягода. И, конечно, усим раяць не промянуть сезон буяков. Гэтые ягоды добра служат, витаминизация организма и не здарма называются ягодами молодости. Ну а смак тут всё зрозумело навод детям. Я очень люблю голубику, потому что она очень вкусная и полезная. А ещё я очень люблю её собирать. Но есть больше? Угу. Пятый региональный фестиваль народных промыслов пройшёл в Краснополе. На фестивале краснопольских лечек удельничали майстри народных промыслов Змогилёвшины и Гомельщины. Фестиваль краснопольских лечек знакомит нас с традиционными, часом забытыми белорусскими ромёствами. Его удельники делятся один за одним опытом своей работы по захованию и развитию мостатских промыслов. Тут можно было увидеть работы конкурсов «Незабытые ромёствы», ромёствы в формате сучасностей, которые были выполнены в традиционных техниках. Особной плясовой вызначилась музейная экспозиция «Ганжарство Краснопольщины», «Гистория и сучасность». А так же кермаш майстров с проведением майстер-классов. Пропонуем и вам поглядеть, как это было у нашей рубрецы на уластные вочи. Ось кувши, подобный горлаж только с ручкой. Маском ям частуем. А вот гэта глещет. Гроловина губуска, а сам круглый, пусатый. Умел глещем заковывать и ваткостям. Мас, масло, воду. И добрая заковывает температуру. И про надворье температура по ветру будет подниматься. Синоптики прогнозуют спеку. На Сироду по регионе максимальная дзенная температура плюс 23, плюс 28. А у Шацвер плюс 25, плюс 30. У пятницы обясаюсь навод до 32 со знаком плюс. У ближайшие дни в облачное с прояснениями надворье. Переважная безопадка у ночи и ранится. У некоторых районах слабый туман. Ветер поуночный 3-8 метров за секунду. Звертайте увагу на спеку и беражитесь обе. Самые актуальные новины наши в области на нашем сайте и у телеграм-канале Беларусь Шатыры Могилёв. Долучайтесь, а так само глядите нас у социальных сетках. А я с вами развитываюся. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова